Учитывая, что на данном этапе студент пока не знает назначение регулировок DJ-контроллера, мы выведем звук в домашнюю акустику и в наушники. Первым действием обратимся к источнику звука, в данном случае это MacBook, в котором уже установлен необходимый DJ-ский софт. Откроем его. Тем временем подключаем MacBook к DJ-контроллеру. Использую разъем Type-C USB Hub с выходом на USB. В этот хаб вставляем USB-провод, который обычно идет в комплекте с DJ-контроллером. А другой конец этого провода вставляется в USB-порт тыльной части DJ-контроллера. В этот момент приложение MacBook синхронизируется с моделью DJ-контроллера. Это видно в нижней части DJ-софта. Условно считаем, что аудиоинформация находится в DJ-контроллере. Теперь с DJ-контроллера направляем информацию далее. Также с тыльной стороны DJ-контроллера находим аудиовыход. Встречающиеся названия вариации аудиовыхода предложены на экране, но в моем случае это мастер. Сейчас я использую домашний бумбокс для выхода звука, поэтому другой конец, который вышел из моего мастера, втыкаем в домашний бумбокс. Входные штекеры домашней акустики также могут отличаться по названию. В моем случае это аудиоин. В DJ-софте удерживаем любой трек и перетаскиваем его на любой проигрыш. Распроизведем его также через компьютер. Кнопка play. Звука пока не слышно, но индикатор есть. Пройдемся по необходимым регуляторам для того, чтобы вывести звук. Этот горизонтальный регулятор должен быть посередине. Рядом стоящий вертикальный регулятор выводим вверх по полной. Регулировка мастер также посередине. Проверьте громкость динамиков и вообще включен ли он. И чтобы звук вышел наверняка, все регуляторы должны быть посередине. Теперь давайте попробуем вывести звук. Разъем для наушников находится с передней стороны. Вставьте наушники, запустите тот же самый проигрыватель и обратите внимание на центральные желтые кнопки. Нажмите кнопку с номером соответствующего проигрывателя, в данном случае у нас первый. Выкрутите регулятор громкости наушников Headphones Level до тех пор, пока вы не услышите трек. В целом мы выполнили процедуру, чтобы послать сигнал в наушники. Мы рассмотрели алгоритм подключения. Предлагаю закрепить материал. Что происходит в источнике звука, когда мы подключаем DJ-контроллер? Открываем настройки DJ-софта в разделе аудио выходов. Здесь раздел под названием Use Laptop Speakers должен быть отключен. Также проверим системные настройки компьютера в разделе звук. Здесь система должна выбрать вашу модель DJ-оборудования. В данном случае DDJ-SB3 у меня в списке. Как правило, ноутбук выбирает автоматически, когда мы подключаем это оборудование. Как это было в начале урока, в нижней части DJ-софта. А сейчас теоретически представим нашу цепочку подключения не дома, а на площадке, там где вы будете выступать. В этом случае мы поменяем только один провод. На этой самой площадке вы наверняка встретите подобный звукорежиссерский пульт. Так или иначе, для подключения к оборудованию на площадке вам понадобится провод с такими разъемами. С одной стороны. А с другой стороны разъем большой джек для того, чтобы воткнуть это все в звукорежиссерский пульт, который был на экране. Рассмотрим другой случай, когда на площадке есть диджейский пульт. Для этого вам понадобится провод. Другой конец провода подрубается с тыльной стороны диджейского микшера. Резюмируем алгоритм подключения оборудования. Ноутбук по USB связан с диджей-контроллером. Затем аудиосигнал параллельно движется в первый проигрыватель, второй, третий и четвертый. Далее через центральный микшер, эквалайзер, громкость каналов, общая громкость и далее на мастер-выход. Выбор необходимого провода в зависимости от ситуации и площадки. И для безопасного завершения работы ознакомьтесь с памяткой на экране.